добрый день сегодня эфир про сброс ответственности на деньги на родителей на бога и какие могут быть последствия у человека жду пока все присоединяются эфир не запланированы у меня есть минут 40 50 это в это время может быть приедет курьер на 5 минут я отлучусь и также сделаете паузу и так в честь чего провожу такой незапланированный эфир я общаюсь с аудиторией с подписчиками раньше я еще продавала дополнительно курс школы профессия психолог коуч курсы школы 10 учебных блоков я продавала в записи сегодня я такую возможность закрыла то есть нельзя уже купить курсы и проходить его самостоятельно объясню почему я так делаю и в честь этого провожу эфир за это время я отследила кто покупает курсы в записи как он покупается то есть и обязательно ну вот об этом поговорим в общем на на страничке школы на там мастер-классы в записи там я все исправлю графу юля добрый день я на сайте школы я исправлю графу купить курсы в записи то есть курс можно пройти только в группе почему объясняю часто я вижу вот этот сброс ответственности на деньги на бога на родителей когда человек так делает он живет в нехороших последствиях вот представьте вы сидите в яме с какашками вы можете закрыть глаза вы можете как впасть медитацию но плохо будут будет пахнет и вы сидите в какашках о чем это ответственность нельзя скинуть на кого-то на родителей на деньги на бога если мы сидим условно в какашках ну да мы сидим медитируем ой какие плохие родители ой вообще бог обо мне забыл ну окей но в какашках буду сидеть я вот подумайте я рисую сразу вот такие неприятные картинки переводите это на свои жизненные ситуации часто вот у меня как у психолога тоже была путаница про ответственность вот как мы сбрасываем ответственность например можете себе в тетрадку записывать кто будет записи также смотреть сброс ответственности за свои чувства на деньги родителей правительство обстоятельства но за свои чувства отвечаю я и у меня есть право выбора как себя чувствовать приведу пример вот представьте если я на деньги сбрасываю ответственность за свои чувства у меня так было то условно купила я машину я почувствую себя классно со мной все в порядке у меня было так но это дало временный эффект как наложили пластырь на ранку но ранку если мы не не вылечили кратковременный эффект а то есть даже если мы купили машину там квартиру у нас столько денег сколько мы мечтали но сами деньги у них нет такой способности человеческой чувствовать чувствовать можем и в идеальном варианте важно вернуть себе ответственность за свои чувства на себя и что тогда мы чувствуем себя комфортно пешком например или в метро или в такси или в дорогом автомобиле но и там и там мы имеем право выбирать как себя чувствовать это значит что мы признали ответственность за свои чувства часто клиенты клиенты психологов коучей тоже сбрасывает ответственность например на деньги но я просто привела пример на деньги подставляете на других людей на бога на обстоятельства на правительство на родителей я просто беру пример на деньги вот так же мои подписчики кто говорит о я пошел бы учиться на курс школы сейчас он 100 тысяч стоит не надо себя обманывать три года назад когда курс школы стоил 5000 вы также не могли прийти то есть может быть дело не в деньгах а в том что вы не раскрываете свой потенциал и постоянно упаскаете возможности которые есть вокруг надо вернуть себе ответственности смотреть правде в глаза напоминаю ключевое кто будет записи смотреть можете записывать в тетрадке ответственность невозможно сбросить на бога на родителей на психолога ответственность можно только признать или не признать если мы признали свою ответственность за свои чувства за те обстоятельства в которые мы живем тогда мы имеем право это изменить до тех пор пока мы не признали свою ответственность за свои чувства за те последствия в которых мы живем у нас нет права этого извини изменить почему мы это не видим мы не видим свою точку а честно если условно я сижу в яме яма метафорично вот жизни могут быть разные ситуации но плохо как в какашках условно человек сидит в какашках в яме ему плохо чтобы вылезти из этой ямы с какашками надо признать свою ответственность что именно сейчас я сижу в яме и я сижу в это и в этих какашках не родители не бог а я сижу надо посмотреть правде в глаза и со временем я имею возможность вылезти из этой ямы с какашками часто ответственность человек сбрасывает на пространство на жизнь на бога как будто бы бог пространство кто-то к нам недоброжелательно относится вот представьте лес вы идете по лесу или же к вам нормально относится не хорошо неплохо он живет своей жизнью там растения птички насекомые там все жизнь продолжается и без нас то есть важно снимать корону бога в общем мы идем по лесу и если мы фокус внимания на 80 процентов вовне направляем мы не летаем в облаках не зациклены на себе мы аккуратно идем по лесу и смотрим где яма с какашками условно мы обошли есть если мы не внимательно замечтались мы упали в яму ну а яма к нам она относится нейтрально она просто стояла на нашем пути яма с какашками и причем здесь бог причем здесь правительство причем здесь лес причем здесь сама яма она просто стояла у нее тоже есть какое-то свое предназначение в жизни мы не можем запретить и то что есть жизни все что есть жизни значит этому можно быть и у этого есть предназначение, то есть, если стояла яма с какашками, мне надо было обойти, и все, причем здесь, ну, родители, правительство, Бог, я привела пример на яме, представим резетку, резетка есть в этой жизни, и у нее есть предназначение, в резетку я могу вставить фен, включить телевизор, посмотреть телевизор, то есть, вспомните свои случаи, как мы можем использовать резетку по предназначению, но если вдруг я невнимательно не изучила резетку, не знаю, как с ней правильно взаимодействовать, экологично, во благо, я два пальца засунула в резетку, меня ударило током, я могу говорить, вот, плохая резетка, родители что-то мне не дали, ой, там, то есть, да, но током ударило меня, и условно, ну, надеюсь так, что я не отправлюсь в больницу, а бывают же нехорошие последствия, резетка, есть какие-то ситуации, если я невнимательно, условно, буду говорить неприятные вещи, но можно остаться без ноги, без руки, условно, да, если человек невнимательно засунул руку в какой-то аппарат, я не знаю, вот на поле, где зерно перерабатывают, да, человек невнимательно в контейнер засунул руку, ну, все, он остался без руки, можно сбрасывать ответственность на этот аппарат, на это оборудование, на родителей, на Бога, на правительство, но человек будет сидеть без руки, и представьте, как это печально, от рождения родители Бога дали две руки и две ноги, а человек так халатно, ну, как отнесся к тому же, к тем благам, которые ему дали, и потерял эту руку, может быть, неприятные вещи говорю, но сразу немножко, чтобы, ну, включали мозг, важно думать о последствиях, вот так подписчики, которые говорят, ой, у меня нет денег на обучение, ну, у вас есть глаза, уши, интернет, бесплатно, трансляции, эфиры, в ютубе у меня много видео, статей, даже из платной обучающей программы вы можете многое брать сегодня, абсолютно бесплатно, но проблема в том, что когда, ну, часто, спасибо большое за сердечки, проблема в том, когда у нас мало денег, вот часто, ну, свои возможности мы не используем, у нас нет навыка брать бесплатно, с любого эфира, статей, то есть много информации мы можем брать бесплатно, не только за деньги, мы дышим воздухом, тоже бесплатно, мы за это не платили, солнце встает каждый день, тоже бесплатно для всех людей, и за это, ну, как, не надо платить, то есть многое мы можем брать бесплатно, но как причина, как проблема в том, Юль, спасибо, спасибо большое, проблема в том, что у нас нет этого навыка брать, у меня тоже так было, я часто летала в облаках, зацикленная на себе на 80%, не оценивала те блага, которые есть у меня вокруг, и не могла их использовать по предназначению, и, конечно, было меньше денег, и в это время, я говорю, свою историю переводите на себя, я сбрасывала ответственность тоже на деньги, как и вы, ну, вот, кто будет смотреть, если у вас есть такое, то есть вот будет у меня много денег, миллион на счету, вот тогда я буду чувствовать себя уверенно, деньги за нас, они не могут чувствовать, это способность человеческая, и с деньгами, и без денег чувствуем мы, и тогда, как сказать, есть вероятность, что деньги стали для нас кумиром, а не люди, не что-то еще, то есть не сама жизнь, смысл такой, важно вернуть себе ответственность, и когда мы чувствуем себя хорошо и с 1000 рублей в кошельке, и с 1000 рублей в кошельке, и с 100, и так далее, вот на это состояние и привлекаются деньги, то есть подумайте, на что вы сбрасываете деньги, ой, деньги, Игорь, добрый день, будут вопросы, задавайте, приятно видеть выпускников школы в эфире, сегодня говорю про сброс ответственности на деньги, на правительство, на родителей, на Бога, часто, когда человек, кстати, говорит про Бога, тоже отслеживаете, во многом сбросил ответственность, есть слепая вера, нет, до веры, ну, человек не проверяет, и сам себя обманывает, а потом, ну, жалуется на других людей, Игорь, добрый день, как ваши дела, если что, пишите? Вот, тогда быстро скажу, что я хотела сказать, и чат я также просматриваю, то есть, что бывает, часто мы на деньги, на Бога, на родителей сбрасываем ответственность за свои чувства, важно это вернуть себе, что еще, про то, что пространство доброжелательное, я сказала, также есть процесс-результат, Ирина, добрый день, рада вас видеть, приятно видеть коллег, мы с вами сейчас вместе обучаемся в школе Светланы Морозовой, вот, тоже рада взаимодействию, вот, сейчас пока для себя оставила обучение, повышаю квалификации у Светланы Морозовой, у Светланы там лекции, мастер-классы и супервизии, от остального обучения пока отдыхаю, когда два обучения сразу прохожу тяжело, вот, пока у Светланы только прохожу, но... ... Продолжение следует...